Всем добрый день. Меня уже представили, меня зовут Дмитрий. Я представляю интернет-агентство RealWeb. Чтобы было понятно, что для себя представляет RealWeb, это 300 человек, 3 офиса Москва, Питер и Рига. И примерно моим отделом за прошлый год было привлечено более нескольких сотен миллионов рублей. Сегодня я расскажу о том, как мы это делаем, почему мы это делаем в холодную. Можно короткий вопрос. А кто из присутствующих в зале в своих продажах использует методы холодных продаж? Супер. А остальные не используют, потому что достаточно теплых. Поднимите тех, кому достаточно теплых звонков. Небольшое количество. Понятно. На самом деле мы в свою очередь также пошли по пути холода, просто потому что наше основное направление, которое мы предлагаем нашим клиентам, это контекстная реклама. И, например, в том же самом, только в Москве, более 100 сертифицированных партнеров по Яндекс.Директу, которые предлагают аналогичные услуги. И это мы не говорим про тех фрилансеров и прочих, которые также предлагают аналогичные услуги. Поэтому можно, конечно, бесконечно бороться за привлечение клиентов в теплую, но, скорее всего, вы не получите никогда того результата, который хотите, чтобы постоянно расти. Поэтому холод – это неизбежность, и в то же время холод – это всегда возможности. То есть мы, конечно же, понимаем, что менеджерам продажам удобнее, комфортнее работать с теплыми заявками. Но мы всегда преподносим историю того, что менеджер, который работает в холодную, он сам кузнец своего счастья. Он сам имеет возможность контролировать свой заработок. Он сам имеет возможность не ограничить себя ровным счетом ни в чем. То есть у нас есть конкуренты, которые действуют, например, по схеме того, что имеют некие отделатели маркетинга, которые поставляют заявки, и менеджеры работают по ним. Но даже те менеджеры, которые приходят из подобных компаний к нам на собеседование, говорят о том, что этого потока недостаточно. И самое главное, что они никогда не контролируют качество этих заявок, они никогда не контролируют тот результат, который они имеют по итогам месяца в своих продажах. Еще один важный момент о том, что мы работаем с клиентами с бюджетами от полумиллиона в месяц. Это тоже накладывает определенный порог входа. То есть у нас нет возможности принимать всех, потому что любой клиент для нас это трудозатраты. И мы постепенно этот порог повышали. То есть когда-то мы работали с бюджетом 100 тысяч, потом 200, потом 300, потом 500. Почему так? Просто потому, что денег с нашей стороны, как агентства, вложенные в клиента на 100 тысяч, будет примерно столько же, сколько клиентов вложено на 500 тысяч. Но заработаем мы значительно меньше. И для того, чтобы оказывать клиенту качественный сервис, а так как у нас длинный период жизни клиента, то есть наш клиент не единожды пришедший и купивший услугу, а это тот, кто из месяца в месяц размещается, получает новых клиентов. И нам важно, конечно же, чтобы клиенты оставались довольны. Так вот, клиент может быть доволен, только если ему уделяется достаточное количество времени и достаточное количество экспертных специалистов, выделено на него. То есть это не поток. Поэтому мы таким образом решили, что мы не будем идти с мелкими клиентами, мы будем идти с крупными. Еще один интересный факт о том, что правило Парета 20 на 80, оно реально работает, если анализировать весь оборот наших продаж. То есть если взять 20% клиентов, они будут реально приносить 80% оборота. И это тоже то, на что стоит обратить внимание, что если вы сейчас вкладываете много сил в привлечение мелких клиентов, стоит оценить, может быть проще привлечь одного, но крупного, который перекроет все, что вам необходимо было сделать для достижения ваших целей. Так вот, мы выбрали путь для себя холодных продаж, и мы об этом ни разу не пожалели, потому что когда менеджер, как я уже говорил, имеет определенную правильную мотивацию, они действительно могут это делать. Кто эти самые менеджеры, которые рулят? Тут очень важный момент, потому что давайте так, тоже короткий опрос. Когда вы нанимаете людей, для кого из вас важен его предыдущий профессиональный опыт в плане именно вашей области? Кто на это в первую очередь обращает внимание? Продавал ли человек аналогичные продукты, те же, что и у вас? Никто не обращает? Единицы. Ага, отлично. А кто обращает внимание на такие, так называемые, фундаментальные компетенции, как нацеленность на результат, как ответственность? Есть ли такие люди? Уже больше. Так вот, правильно нанимать людей, которые обладают определенным фундаментом, который позволяет им добиваться успеха. То есть любого человека по факту можно научить продавать, причем не обязательно в тупую скриптами, можно научить продавать, ну, планомерно, конечно же, но даже таким сложным продуктом, как у нас, потому что у нас это не один продукт, это линейка, причем в рамках каждого продукта есть свои особенности и нюансы. Так вот, два из трех самых успешных продавцов ранее никогда не продавали интернет-рекламу, но за два года они добились тех результатов, которые, в принципе, ранее не добивался ни один из менеджеров с аналогичным там опытом в продажах именно интернета. И именно на этом стоит обращать внимание, когда, ну, мы обращаем внимание, когда не маним людей, потому что мы какое-то время пытались хантить, пытались искать людей, которые с опытом, мы были очень рады, когда обращались там от конкурентов, но тут всегда возникает вопрос, что с человеком не так. Бывают, конечно, инциденты, когда что-то произошло не так в компании, но нередко человек уходит в другое место, потому что на предыдущем он, ну, как сказать, он не настолько хорош, то есть реально хороших людей, свободных на рынке, их не так много. Поэтому очень важный, конечно, вопрос к тому, кого вы нанимаете, и какие вопросы нужно задавать, я думаю, что каждый из вас знает, но есть очень классный вопрос, который позволяет оценить, нацеленный человек на результат или нет. Это попросить его назвать три самых крупных достижения в его жизни за последние пять лет, посмотреть, что он назовет, процесс или результат. Он чего-то добился или он там кем-то был. Также можно спросить его про ответственность, какая самая большая неудача, и спросить, кто в этом виноват, как он поведет себя. Он сам берет ответственность за себя о том, что ситуация, неважно какая случилась, или же он будет перекладывать ее на кого-то еще, на руководство, на клиентов, на кого угодно. И еще немаловажный факт – это увлеченность делом. Если человек рассказывает о себе, о том, что он делал с горящими глазами, если он действительно заражен этой идеей, это дает очень хорошую возможность того, что он дальше будет также заниматься продажами ваших продуктов или услуг. В крайнем случае, если даже он без опыта, можно спросить, есть ли у него хобби, насколько он им увлечен. Это тоже очень важный момент для продажников, потому что если человек не болеет своим делом, а ходит на работу с 9 до 6, это обычно сказывается на результатах. Переходим к определению KPI. Я назвал свой доклад «Математика продаж», потому что я очень люблю считать. И расскажите, пожалуйста, у кого из вас есть четко заданный план для менеджеров по продажам? У половины всего. У остальных его нет? Ну, допустим. Это очень важный момент, причем тут есть такой подводный камень, что изначальные KPI, которые вы задаете менеджеру продажам, они, конечно же, должны быть основаны на минимальном базисе. Но по мере роста менеджеров, по мере их уровня, я в конце доклада покажу, как раз таки, почему это важно. Важно иметь гибкий подход к каждому конкретному менеджеру. Что важно еще учесть при подходе к KPI? У каждого есть наверняка воронка продаж. И в этой воронке всегда присутствует возможность определения, как сказать, то, что наиболее важно. То есть в нашей воронке продаж это начинается всегда следа, который мы заносим в CRM. Следующий этап – это идет встреча, следующий этап – подготовка КП, следующий этап – договор. Четыре простых шага, и мы наших менеджеров ориентируем в краткосрочной перспективе месяца на выполнение всего двух метрик. Это количество встреч и количество коммерческих предложений. Просто потому, что мы знаем из нашего опыта, что если менеджер делает такое количество встреч и такое количество коммерческих предложений, это всегда приводит к результату. Просто историческим путем выработана схема, какое количество встреч нужно. Но есть один очень важный этап, который многие упускают. Для того, чтобы план выполнялся всегда, нужно иметь запас. Это очень простое правило, но большинство руководителей делопродаж или большинство менеджеров о нем постоянно забывают. То есть, когда ты спрашиваешь менеджеру, ну как, ты делаешь план на месяц? Говорит, да, я делаю свои пять встреч. Но пять встреч – это… или на следующей неделе у меня запланировано две встречи. Но это вовсе не означает, что они произойдут. Потому что всегда есть какие-то форс-мажоры, всегда кто-то куда-то уходит. В отпуск болеет, еще чего-то. Поэтому если у ваших менеджеров или у вас есть запас по менеджерам, которые могут выполнить ваш план, то вы с вероятностью 99% свой план выполните или перевыполните. Я всегда закладываю для себя плюс 20% к тому, что нужно получить на стандартные показатели. Это как раз дает возможность мне к моменту, когда мы начинаем месяц и заканчиваем, иметь запланированный план-факт. То есть я всегда планирую на 80% меньше, чем по факту имею. Но когда вы сделали какие-то требования к менеджер-продажам, вопрос, как их правильно оценить. И тут как раз-таки начинается… Все стоит начинать с того, что новый менеджер, когда приходит, он обычно получает от вас некоторые рекомендации, вы его вводите в курс дела, вы ему даете какие-то принципы, по которым ему стоит действовать. И важно его держать под контролем. Причем идеальная ситуация, когда он сам себя контролирует, и он сам понимает свой прогресс. Как я начинал это делать? Когда я пришел в RealWeb, я пообщался с коллегами и прочитал пару книжек и вывел для себя практику, что если каждое свое действие отмечать, то по прошествии энного времени я смогу очень быстро подвести статистику. А что же у меня получается? То есть я взял таблицу, в которой первый столбец у меня был просто поднятие трубки. Я взял трубку, позвонил кому-то. Второе – я поговорил с секретарем. Третье – я поговорил с лицом, принимающим решения. И четвертое – я договорился о встрече. И когда я начал вести эту статистику, первое, что пришло мне в голову, то, что я намного более четко отдаю себе отчет, что я сделал за сегодня. Потому что когда вы спрашиваете менеджера в продаже, что же они сегодня делали, они всегда начинают придумывать, что я много звонил. Спрашиваешь, сколько звонил, я думаю, что меньше половины из вас могут сказать, что их менеджеры назовут реальное количество звонков. Плюсом к этому начинается возможность оценивать свой результат. У меня по итогам месяца пришла цифра, что мне нужно просто 18 поднятий трубку для того, чтобы назначить встречу. И это показатели, которым я дальше мог работать. То есть я знаю, что из тех данных, например, мне нужно 2 встречи в неделю, я знаю, что мне нужно 36 поднятий трубок для того, чтобы назначить эти 2 встречи. И исторически так складывалось. Бывали, конечно, перекосы в ту или иную сторону, но плюс-минус эта цифра всегда работает. Но важный момент, что для каждого эта цифра будет своя. К примеру, недавно подводил аналогичную историю с новым менеджером. У него для назначения встречи нужно 60 поднятий трубок. И это его цифра на данном этапе. Дальше, по мере того, как он будет развиваться, по мере того, как у него будет увеличиваться теплая база, число этих будет больше. Это чем уменьшаться. Но все равно вы понимаете, что этот контроль позволяет и вам, и менеджеру четко контролировать ситуацию. Помимо этого, мы с каждым из менеджеров подводим по итогам квартала его статистику по его воронке. То есть мы берем исторические данные по количеству лидов, которые он занес, по количеству встреч, которые он провел, КП и договора. И дальше смотрим, на каком из этапов воронки мы можем увеличить конверсию для того, чтобы получить итоговый результат лучше. На прошлой конференции много говорили о том, что не стоит обращать внимание только на количество лидов. Просто потому, что лиды имеют какое-то ограниченное количество. Если вы работаете в сегменте, где всего 5000 клиентов, то как только вы все 5000 пройдете, собственно говоря, на этом можно, конечно, идти по второму кругу, но, скорее всего, вы исчерпаете свой лимит. Поэтому очень важно, конечно же, контролировать каждый из этапов воронки, как он у вас конвертируется в следующий. И мы с менеджерами, опять-таки, ведем еженедельную отчетность в формате Google Docs, где менеджер сам заполняет то, что он сделал в течение прошлой недели. Плюсом он сам себе ставит план на следующую неделю. План, который менеджер поставил сам себе, намного более выполним, нежели чем план назначенный. Но, опять-таки, путем экспериментов мы несколько раз пробовали и такой, и другой подход, особенно если план, который он поставил, он озвучил в присутствии своих коллег, и особенно если в случае этот план не выполнен, то ответственность на себя берет, конечно же, он, но у нас есть такая штука, как мотивационные действия. Ну, то есть, например, в течение недели носить парик в офисе. Это очень неприятно, но продажники на это идут. Ну, просто потому что обычно это люди с достаточно сильной психикой, и они не будут по этому поводу сильно расстраиваться. Или же угощать весь офис, ну, точнее, офис, обычно отдел фруктами каждый день. Или же петь песни каждый день. Или читать стихи. Вот такими мотивационными штуками мы подбадриваем человека, чтобы он выполнял план. Но в случае, если менеджер периодически не выполняет план, то есть он один раз поносил парик, второй раз принес фрукты, третий раз попел, четыре раз почитал стихи, то здесь есть уже два действия. Первое, человека, в принципе, наверное, уже можно уволить, но если вы хотите дать ему еще один шанс, можно попробовать ввести коллективную ответственность, когда в случае, если не выполняет план этот менеджер, то вот это самое действие делают все остальные. И тут начинается, как история с обезьянами, обливающимися водой. Когда проводили эксперимент, и в клетку поместили там несколько обезьян, и когда внутрь клетки опускали банан, как только какая-то из обезьян тянулась к банану, всех поливали водой. Потом одну обезьяну заменяли, другой помещали сухую в эту же клетку, и обычно те, которые мокрые, уже не совались к банану. Но в момент, когда сухая, еще не знающая ничего, обезьяна совалась к банану, ее опять все оттаскивали. Ну, если она успевала дотянуться, то ее тоже поливали водой. Так вот, путем нескольких итераций доходили до того, что в клетке не оставалось ни одной мокрой обезьяны, то есть никого не обливали, но к банану никто не тянулся. Вот аналогичную схему можно и с менеджерами продажами протянуть, о том, что если коллектив будет отвечать за выполнение плана каждого конкретного, можно парами, можно весь коллектив, то это очень хорошо мотивирует на выполнение итогового результата. Также можно мотивировать, конечно же, и не только кнутом, но и пряником. То есть у нас есть в отделе мотивация за выполнение плана по кварталу. Причем мотивация идет как личная, когда менеджер сам выполнил свой план, он получает определенный бонус, так и коллективный. То есть если все выполнили свой план, опять-таки все получают повышенный бонус. И это дает возможность, чтобы менеджеры проявляли интерес к тому, что происходит у соседа, а не только жили в какой-то своем круге. На самом деле коллективное действие действительно усиляет эффект очень сильно, но тут важен баланс, потому что совсем слабых нужно вовремя убирать, чтобы они не демотивировали сильных. Цифры. Собственно говоря, то, о чем я вам говорил, я привожу пример трех менеджеров, которые проработали историю за прошлый год, исторической. И эти менеджеры на тот момент проработали уже порядка года. Так вот, что здесь интересно? Первая цифра, которую вы видите, это конверсия из того, что есть такое конверсия, когда мы делим целевое число на общее число. То есть вот мы поделили количество сделок на количество встреч на количество сделок, которые были занесены в АМСРМ, и мы получили, что у первого менеджера 40% всего конвертилось во встречу, у второго 67%, у третьего 88%. Вторая конверсия. Опять уже меряем число коммерческих предложений, но опять по отношению к сделкам. Видим цифру 24, 43 и 57%. И последнее это конверсия в договоры. Соответственно, здесь 4, 9 и 13%. Как вы думаете, кто из менеджеров заключил большее количество договоров? Ну, предположение. Кто считает, что это был первый? Поднимите руки. А последний? Они одинаковое число договоров заключили. Просто каждый из них, как я уже говорил, имеет свою конверсию. И он имеет свой план. Просто один делает большее число действий для того, чтобы получить результат, другой меньшее. Но при всем при этом, признаться честно, что второй и третий заработали больше денег по итогам, потому что они при учете, что у них конверсия выше, они еще и сделки делали дороже. Ну, то есть у них при всем, скажем так, равнозначности, то есть у них один рынок, они могут приходить к одним и тем же клиентам, но у них, видимо, внутри есть какие-то заложенные большие амбиции, потому что они заработали в среднем почти в два раза больше, чем первый. И здесь, для чего эти цифры мне нужны, с чем мне они помогают? Тем, что я, во-первых, могу сразу делать прогноз для новых менеджеров, какую конверсию мне считать нормальной. Ну, то есть, когда приходит новый менеджер, я ему говорю, что, милый друг, если ты хочешь заключить договор, в среднем тебе нужно завести 25 сделок в АМСР, из которых должно как минимум 40% быть во встрече, и, соответственно, 24% из них должно быть в КП. это все делается для контроля минимального порога. То есть, вот по самому слабому менеджеру я беру минимум. Но, так как менеджер новый, обычно конверсия у него всегда хуже. То есть, сделок он, может быть, занесет большее количество, но в встрече получится не все. Поэтому я ему, первый момент, все цифры я увеличиваю на 20%. То есть, если у среднего менеджера у меня, допустим, 10 встреч необходимо сделать, но у менеджера делает 12 встреч. Это делается опять-таки для того, чтобы сбалансировать вот этот первый этап, когда конверсия хуже. Очень удобно, что вам из CRM есть возможность контролировать по каждому менеджеру его воронку продаж, плюс смотреть статистику в целом. То есть, вот эти данные у меня собирались еще на основании вот этих недельных отчетов в Excel. Если ваши менеджеры правильно заполняют CRM, то у вас появляются больше возможностей для вот этого оперативного контроля для более быстрого и удобного. Но при всем при этом я бы не советовал отказываться полностью от какого-то дополнительного момента, где сам менеджер отмечает свои успехи или свои планы, просто потому, что этот шаг, он дает возможность менеджерам самим видеть ситуацию вот в реалтайме. То есть, у меня один из вопросов менеджера на ежедневной планерке, а сколько тебе осталось до выполнения плана? И этот вопрос, который задается четыре раза в месяц, он очень хорошо, ну, я просто вижу до того, как я его вел, когда я сам им говорил, что вот тебе осталось для выполнения плана столько-то, когда менеджеры стали его сами на него отвечать, что намного увеличилось понимание того, сколько им нужно сделать заранее. То есть, чаще всего было так, что в первую неделю делалось меньше, во вторую, соответственно, чуть больше, в третью еще сильнее напрягались, ну, и в четвертую обычно там самый-самый большой пик, скажем так, усилий. Если менеджеры сами отвечают на этот вопрос, то чаще всего они просто могут распределять более плавно вот эту нагрузку, причем чаще всего бывает даже перевес в первую неделю, ну, потому что я их приучил, что если у вас есть запас, то вы сами заработаете больше. Еще одна важная вещь, которую я хотел бы сказать, о том, что, как я сказал, в холодных продажах у менеджеров нет ограничений ни по количеству сделок, ни по количеству договоров, и в этой ситуации я призываю вас не ограничивать их в зарплате, которую они могут получить. Это очень важный аспект для любого менеджера, но еще одна есть тонкость, тире секрет. Если у вас услуга предоставляется несколько раз, и у вас есть такое понятие, как аккаунт-менеджер или какой-то менеджер по сопровождению. Я всегда, у нас в компании, ну и вообще в целом, как я это вижу, у менеджера по холодным продажам должна быть некая подушка, которую он нарабатывает текущими клиентами. То есть у нас менеджер, приветший, который привел клиента и передал его в отдел аккаунта, получает проценты по нему пожизненно. это дает нам возможность менеджеров успешных, которые приносят много денег и крупных клиентов, по сути повышать свой оклад. При этом с них никто не снимает план по новым сделкам, план по новым договорам, но это дает им также возможность очень-очень сильно растить себя внутри нашей компании. То есть у них нет цели пойти куда-то, где им предложат выше оклад, просто потому, что они уже получают больше за счет своих переданных клиентов. Если у вас есть возможность успешным менеджерам давать не повышение оклада, а именно их клиентами зарабатывать дополнительные средства, это очень хорошо будет стимулировать оставаться менеджеров, потому что я вижу очень большое количество кандидатур, которые приходят с годом работы. Реально за год ты только вливаешься в струю, ты только понимаешь бизнес и тут уже переходить куда-то еще это странно, лично на мой взгляд. Поэтому всем собственно говоря крутых продаж.